Юрий Викторович, здравствуйте. Давайте начнем со статистики. Расскажите, пожалуйста, сколько с начала этого года было совершено IT-преступлений? Здравствуйте. В первую очередь мне хотелось бы сказать, сколько вообще преступлений на территории городского округа было совершено, для того, чтобы понять, какая доля преступлений в сфере ИТТ, информационно-телекоммуникационных технологий, была совершена, чтобы вы и зрители могли понять, насколько актуальна именно борьба и профилактика этих видов преступлений. Вообще для горожан и для общества, для государства в целом. За 7 месяцев на территории городского округа было совершено 1549 преступлений. От этого количества преступлений 309 преступлений – это преступления, связанные с мошенничествами. То есть это около 20%. Расскажите, пожалуйста, какие есть подвиды, то есть каким именно способом обманывают людей? Самый распространенный способ – это когда преступники звонят потерпевшему и сообщают о том, что якобы третье лицо оформляет от имени потерпевшего кредит, и что потерпевшему срочно необходимо либо оформить кредит, либо перевести свои денежные средства на так называемый безопасный резервный страховой счет для того, чтобы сохранить эти деньги. Второй способ наиболее распространенный – это то, что доверчивым гражданам предлагают инвестировать свои денежные средства, свои накопления, либо опять-таки взять кредит в банке для того, чтобы вложить в какую-то крупную финансовую организацию. На самом деле никаких, конечно же, финансовых инвестиционных организаций не существует, и мошенники просто обманывают жителей округа. А сейчас я предлагаю познакомиться с историями горожан и послушать, с какими в основном видами мошенничества сталкивались березняковцы. Говорили у вас авария, девушку, вашу женщину, девушку. Ваша женщина сбила с машиной другую на переходе. А они врали. У меня у моей даже и машины-то нет. Звонили, но я с ними не разговариваю. А что они вообще вам говорили, расскажите. А говорили, что у меня снимают деньги, как всегда, с телефона или танцы. С карточки, говорят, снимают деньги? Да. Но у меня там не было денег, поэтому я с ними разговаривать не стала. Однажды я попалась через интернет на мошенников. Деньги у меня приличные сняли. Ну, это я сама виновата. Лажу куда не надо. Вот, где-то по сетям там лазила. Вот. Предлагалась какая-то выплата, вроде как по закону. Вот. Я туда зашла, ну, не знаю, по ссылке или как. Вот. Деньги сняли. Попросили. Значит, я дала одобрение, код доступа и денежки у меня сняли. Знаете, я не общаюсь, а я сразу отключаю. Ну, то есть вам звонят незнакомые номера, и вы отключаете? Незнакомые номера, да. Я сразу отключаюсь и стараюсь не брать такие телефоны. Вы знаете, вот Бог миловал. А вообще были такие ситуации, когда звонили знакомым, может быть, все равно же как-то общаетесь с подружками? Ну, да. Сестре звонили, она живет в Орле. А что сказали? Ну, представили, что они эти, как это, юристы из Перми, то есть из Москвы оформили там какой-то кредит. Ну, вы знаете же, девочки, мы нажимаем кнопку и как бы избавляемся от них. Девчонка у меня знакомая. Мы перед отпуском, значит, собирались уезжать, и также ее вот психологически на нее сильно надавили. Что-то она сказала, но у нее щелкнуло в голове, она перезвонила в Сбербанк, заблокировала, и поехали мы в отпуск без, ну, вот, скажем так, она поехала без денег. Ну, мы потом в Москве все разблокировали, сделали, то есть определенное время прошло. Ну, вот такие вот были ситуации печальные. Самое-то главное, что нужно обращать внимание на то, что психологически идет давление, если очень сильно давят, но это однозначно проблема. И тут же ведь уже очень много раз предупреждали, никакие мессенджеры не работают с официальными партнерами, с банками и так далее. Юрий Викторович, как вы можете прокомментировать увиденное? На самом деле, вот этот небольшой опрос показал, что много жителей города, они знают о тех преступлениях, которые могут быть совершены. И перечислены были как раз одни из самых распространенных способов совершения мошенничества. Например, одна из женщин сказала, рассказала о преступлении, так называемый ваш родственник попал в ДТП. То есть здесь тоже необходимо соблюдать такие меры безопасности, как в первую очередь позвонить тому родственнику, от имени которого с вами ведут разговор преступники, прикрывающиеся должностями сотрудников правоохранительных органов. Наверняка есть какой-то определенный портрет потенциальной жертвы. Кто чаще всего попадается в ловушку мошенников? Вот, знаете, раньше была такая зависимость, что, как правило, жертвами мошенников становились люди старшего поколения. То есть это пенсионеры, которые более доверчивы, склонны совершать какие-то действия под влиянием сиюминутных эмоций. В настоящее время никакой закономерности, к сожалению, нет. То есть это и как молодые люди, разбирающиеся на уровне пользователей в интернет-технологиях, так и люди более взрослого поколения, более взрослого возраста. То есть уже жертвами становятся абсолютно все, невзирая на возраст, невзирая на профессию, невзирая на жизненный опыт, невзирая на образование. Юрий Викторович, давайте все-таки напомним нашим телезрителям, как не попасться на удочку мошенников и какая может быть профилактика. Здесь необходимо прежде всего помнить о том, что нельзя никогда ни при каких обстоятельствах никому сообщать коды, пароли, коды доступа, которые поступают в смс-сообщениях на ваш мобильный телефон. Также необходимо помнить о том, что никогда ни при каких обстоятельствах нельзя называть свой CVV-код. Это трехзначный код с обратной стороны банковской карты. Если вам предлагают перейти в общение, неизвестные лица перейти в общение с сотовой связи на общение в мессенджерах, таких как WhatsApp, Viber, то сразу же переключайте общение, потому что это, скорее всего, мошенники. Спасибо большое, Юрий Викторович. А я напоминаю...